Второй поэт Серебряного века, стихи которого я хочу сегодня испеть, Владислав Кадасевич. У этого поэта при всей пушкинской, можно сказать, ясности, строгости, четкости его стиля, у одного из первых, мне кажется, из наших поэтов прозвучало предчувствие тревожное тех бед, бурь и разочарований, которые предстояло испытать жителям XX века. Вот кредо Ходосевича поэтическое, мне кажется, можно выразить таким образом. Это абсолютный примат духовного над материальным, души, психии над бренной телесной оболочкой. В одном полушатливом коротеньком стихотворении он выразил это так. Пробочка. Пробочка над крепким йодом. Как ты скоро поистлела. Так вот и душа незримо сжет и разъедает тело. Боевал, а думал, раки мига. И год, и два, и жизнь отдам. Цены не знает прощалыга Своим приблудным пятакам Своим приблудным пятакам Теперь иные дни настали Бегли морщины возле губ Мои минуты вздорожали Я стал гумен суров и скуп Я стал гумен суров и скуп Я много вижу, много знаю Моя седеет голова И звездный ход я примечаю И слышу, как растет трава И слышу, как растет трава И каждый вам неслышный шепот И каждый вам незримый свет Обогащает смутный опыт Психий, падающий в бред Психий, падающий в бред Теперь себя я не обижу Старию горблюсь, но коплю Все, что так нежно ненавижу И так я зрительно люблю И так я зрительно люблю Бывало, думало, ради мига И год, и два, и жизнь одна Цены не знает про щалыга Своим приблудным пятакам Своим приблудным пятакам Своим приблудным пятакам Своим приблудным пятакам